Уважаемые коллеги, я вас приветствую. И в связи с завершением первого полугодия работы законодательного собрания хочу сообщить вам некоторые, на мой взгляд, существенные вещи. Во-первых, хочу сообщить вам, что наконец сформирована комиссия под руководством губернатора с двумя заместителями председателя этой комиссии от законодательного собрания и от администрации города по повышению эффективности расходов бюджета. Это давняя работа, она очень важная, и она позволит в условиях экономического кризиса гораздо более разумно брать деньги, которые есть в бюджете Санкт-Петербурга. Во-вторых, хочу обратить ваше внимание на то, что продолжается незаметная внешняя, то есть колючительно сложная дискуссия относительно того, чтобы сделать прозрачной поправку бюджетно-финансового комитета. Значит, она продолжает оставаться анонимной, деньги раздаются за голосование, подготовлен уже три года, как подготовлен закон о совершенстве бюджетного процесса. Этот закон отработан уже и с комитетом финансов, и обсудимым губернатором, и с вице-губернатором Макаринцовым. Тем не менее, продвижение этого закона является исключительно сложным, потому что огромное сопротивление законодательного собрания, несмотря даже на то, что он формально поддерживается и комитетом, и реальный комитет. Потому что все понимают, что бюджетный процесс нужно делать прозрачным. Следующий вопрос. Мы намерены этот закон обязательно поставить на голосование в первые же месяцы новой сессии, потому что больше затягивать это невозможно. Закон готов, он внесен, опубликован на всех сайтах. Это весь принцип реально важно. Следующая тема, это то, что связано с жилищно-коммунальным хозяйством и теплоэнергетикой. Здесь выявлены колоссальные провалы в схеме теплоэнергетики Петербурга, утвержденной Министерством энергетики. И сейчас идет диалог с первым вице-губернером России, Аркадий Барковичем, относительно того, чтобы переделать, переутвердить, исправить недоставки в схеме теплоснабжения. Потому что, если сохранить все как есть, то всю систему теплоснабжения и обеспечения жилищно-коммунального хозяйства теплом и в значительной мере энергетикой на ближайшую перспективу ожидает очень большой кризис, который уже случился. Это вопросы стратегические, без решения этих вопросов, которые до конца вперед совершенно просто не так много. Ну и, наконец, как вам известно, на форуме пространственного развития также обсуждалась с участием первых лиц администрации города концепция развития аглоберации Петербургской на ближайшие 50 лет. Это является стратегическим направлением. И мы рассчитываем, что проекты законов, которые в этой связи готовятся, что они все будут использованы в том, чтобы подготовить стратегический план развития. И, кстати говоря, это имеет прямое отношение к переутверждению генерального плана в 2018 году. Чтобы вот таких позорных моментов, как сегодня, когда всякими интригами и всякими непристойными обманами утверждаются такие поправки генерального плана, которые носят абсолютно непродуктивный характер. Вот. Ну вот. А в целом, к сожалению, существенных изменений в работе законодательного собрания не произошло. Будем надеяться, что в оставшейся полтора года работы нам все-таки удастся сдвинуть в лучшую сторону всю эту деятельность. Пожалуйста, ваши вопросы. Я вот то, что считал самым важным, я вам сказал. Значит, не в бюджетном процессе, не в процессе жилищно-коммунальном, не в том, что касается стратегического развития Санкт-Петербурга. В последнюю сессию каких-либо существенных продвижений вперед я не увидел. Я считаю, самыми главными проблемами Санкт-Петербурга это бюджетный процесс, это все, что связано с теплоэнергетикой, с жилищным и маном хозяйством, и то, что связано с генеральным планом развития города и стратегией развития. В этих трех важнейших изменениях изменений не могут быть. Все, спасибо вам большое.